Конкурс Евровидения проводился среди учащихся лицеей имени Гоголя города Басарабяска впервые. Желающих продемонстрировать свои вокальные данные оказалось немало. Мероприятий в школе не так уж много. И мы подумали, что не нужно выпускать шанс, и все-таки нужно попробовать себя везде. Главным условием при подборе репертуара было исполнение песни на иностранном языке. Большинство конкурсантов выбрали для себя известные хиты англоязычных исполнителей. Звучали со сцены также песни на итальянском, турецком, болгарском и других языках. Организатором школьного конкурса Евровидения была учитель иностранного языка Екатерина Ивановна Кадрян. Кастинги репетиции начались еще в начале учебного года, что позволило участникам более уверенно чувствовать себя на сцене. Но все же ребята очень волновались, ведь практически для каждого из них это был дебют. Тем не менее, ожидания своих наставников и зрителей они оправдали. Очень хорошее впечатление, мне понравились все участники, и у каждого есть свой талант. Очень у нас талантливые ученики в школе, очень красиво пели, мне очень понравилось. Супер, отлично, я очень довольна. Если бы у нас был спонсор, мы бы поехали в тур по Европе. Все выступления оценивала компетентная жюри. Как признались его члены, отобрать лучших из лучших было очень непросто. Сейчас мы разрабатываем критерии, по каким критериям мы будем оценивать наших детей. Но это очень сложно, потому что, мне кажется, все участники конкурса достойны призовых мест. Посовещавшись, жюри определило победителей в разных возрастных категориях. Помимо почетных грамот, ребята получили денежные премии от родительской ассоциации. Организаторы конкурса вокалистов пообещали, что с этого года он станет в лицее традиционным. Продолжение следует...